У меня всё будет тушь, поработать. Жарко, как тут. Единственное, что у меня в культе батарейки в моём силе у вас есть. Пульт. Да, да, да. Ну, вроде уже полный. Так что, отсюда есть. О! У меня даже кино ворованное есть. Очень балдуешься. Ну, у нас. Сейчас попробую. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Обманул, да? Надеюсь. Ну, сейчас посмотрим. Я решил скинуть что-то. Хорошо. Ворованное. Всё ворованное. Это у нас так приятно. Да. Ну, там, конечно, у вас тут постов. Какой-то скинуть. Ну, не знаю. В принципе, там репунов. Репунов? Больше всех людей. Нет. Да. Да. Они же вообще-то даже в комборации. Продолжение следует. Не. Ну, так как это была знаменитая работа, где, по сути, чисто. Вы часто. Вы часто. Вы часто. Ну, я вам часто и как спектриколизм. Где всякие сценарии. Ваши сценарии фотоэнкологи. Ну, я. Что через вечернюю берешься. Верей на сцене. А, всё скажешь. Да, скажу. Вроде, там. Вроде. Леша, а ты командующий? Да. Как хорошо? Поскольку? Я не знаю. Сейчас я буду. Ну, вроде. Ну, вроде. Ну, ещё. Ну, ещё. Ну, что, он решает. Я, где-то, я, где-то, на руку. Ха-ха-ха. Поехали. 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 Ой, спасибо. Поехали. Это степень. Все. Поехали. Это, что я пишу всё. Я говорю, всё. Говори не прописать. А? Я должен? Нет, я понимаю. Ну, вырыжуешь. Я поймаю. А, что я понял. Спасибо. 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 Ну, для меня всегда большое удовольствие рассказать, тем более, так сказать, повод, несомненно, большой. Ну, для, так сказать, введения в эту тематику я вам покажу. Да, заранее, перед докладом я хочу сказать, что большая часть слайдов не мной написана, и я буду цитировать большое количество работы. Благодарности всем авторам, так сказать, которые подготовили эти слайды, написали работу замечательную. Ну, для того, чтобы сначала посмотреть, ну, что, о чем идет речь, значит, сейчас, надеюсь, что это запустится, у нас этот фильм. Ну, к сожалению, это плохо слышно, но вот звук шипящий, это, собственно, звук в аудиодиапазоне. Вот так вот эти сливающиеся черные дыры были бы видны на небе, если бы разрешение угловой было очень хорошее. Но, конечно, для нашего галактического центра размеры это 50 микроорситут. На таком большом угловом расстоянии, это наносекунды, нет никакого шанса разрушить сливающиеся черные дыры наши сейчас. Вот, к сожалению, тут не видно, черные дыры вращаются одна вокруг другой, и возникают волны в метрике пространства времени. Вот, собственно, они распространяются по вселенной, вот, через всю вселенную, и, в конце концов, депормируют все объекты, включая наши дыры. Вот группа Лайга показала на этом фильме, как депормируются, ну, конечно, гигантские увеличения, как шаг депормируются. Вот это вот, собственно, Лайга, это Лайга, состоит из двух инструментов, Хэнфокси, это штат Вашингтона, Лейдиане. Вот, это, собственно, как устроили этот депортер, это практически... Я все это повторил в детали. Ну, просто, как это говорится, лучше, может быть, один раз увидеть, это... Эта фирометр Майкельсона. Зеркала должны двигаться. Когда проходит гравитационная волна через мир, в конкуренционной картинке, собственно, устанавливается движение этих зеркал. Вот, но движение зеркал совершенно ничтожно мало. Здесь, на этой картинке, показано, что смещение зеркал составляет одну десятитысячную диаметру протона. Вот такое маленькое смещение, авторы этого открытия говорят, что они обнаружили. Вот, извините... А, это комнатная температура без криогеники. Криогенные артемы, о ней я буду говорить позже. Это сейчас строится в Японии такая, Антон. Сейчас выпущу. Здесь сейчас без звука будет еще два... Вот, собственно, это иллюстрация столкновения двух черных дыр. Вот это так это бы все выглядело, если бы угловое разрешение телескопа было очень хорошее. Вот так они выглядят, ну, собственно, на ней. В любом диапазоне, поскольку это, фактически, распространение электромагнитного излучения, увеличение светов сквозь гравитационным потенциалом. Вот они уже слились. И у вас образовалась одна черная дыра. Она чуть-чуть еще вибрирует, и это уже ее последние, последние, собственно, мгновения. Ну, а вот теперь то, что касается моделирования уже для этих случаев. Столкновение двух черных дыр. Черные дыры изображены вот такими точками. Они движутся одна относительно другой. И, собственно, вот эта вот деформация пространства времени. Это время до столкновения, до слияния. Вы обратите внимание, что далее у нас время примерно в 10 раз затормозится и будет более детально показано слияние. Это результат, вот это вот результат фактически ассимпатических разложений. Здесь иначе даже численные дженеры волатильцев. А когда происходит слияние, вот здесь, к сожалению, не видно. Здесь импульс гравитационной волны. Может закрыть шторы. А то вот здесь показан импульс гравитационной волны. Собственно, то, что меряет интерферон. У меня здесь видно, а на экране не видно. Вот видите, вот... Вот, вот, теперь лучше. Я еще раз запущу, потому что... Вот видите, значит, что происходит при сближении черных дыр, период уменьшается. Они, скорость вращения этих дыр, черных дыр одна относительно другой, убыстряются. И возникает так называемый чирп. Это чириканье. То есть звук, ну, звук, поскольку это можно в аудиодиапазоне, лайга работает от герц до одного килогерца. Поэтому возникает такое чириканье воробья. Ну, вот, собственно, вот я еще раз могу показать вот здесь вот. Смотрите, вот здесь вот, может быть, все-таки будет видно. Ну, вот видите, вот здесь вот период практически синусоида, а вот здесь возникает уже чириканье. Вот это, собственно, чириканье детектор лайга не увидел, потому что вот здесь еще, когда сближаются эти черные дыры, мы еще не сближились достаточно. Это просто выходит в диапазон частот, которые лайга не детектив. Вот, собственно, вкратце аннотация доклада. Ну, давайте приступим к докладу. Значит, вот это, собственно, название доклада. И давайте мы начнем. Конечно, обнаружение грационных волн – это мечта человечества 100 лет. В 16-м году, 22-го июня, Эйнштейн написал первую работу о грационных волнах. И весь этот период люди обсуждали. Несмотря на то, что летеористы и терминкаторы обсуждали, существует грационный волн или нет, но это была мечта. Ну, вот, два года назад, вы помните, BISEC-TOOL – это наземный инструмент, который меряет поляризацию реликтового излучения на южном полюсе американской, продекларировал, что они нашли тензорную волну начальных возмущений, влияющих на Сенгрии. Тем самым они продекларировали, что существует грационный волн. Значит, этот результат противоречил тому результату, который получил коллаборация Планк. Планк сказал, что с большой вероятностью тензорная мода должна быть меньше 0,12, а BISEC-TOOL сказал 0,2. А нулевая тензорная мода должна быть исключена с доверительным интервалом 7-7. Ну, вот, год спустя совместный анализ коллаборации BISEC и, собственно, Планк пришел к выводу, что это было влияние Пульта. Я опущу все детали. Ну, вот, то есть, я хочу сказать декларации о появлении грационных волн, довольно часто будоражит человечество. Ну, давайте немножко об организации, скажем. После пресс-конференции, которая провела Лайга-коллаборация в Вашингтоне, штаб-квартире МСФ, президент Министерства технологического института заявил, что если мы ожидаем большие открытия, то мы должны платить за они деньги. Общая цена этого проекта Лайга больше миллиарда долларов. Хотя поначалу были оценки такие, что можно обойтись и полмиллиардом, но вот адванс-лайга, с учетом адванс-лайга, не меньше миллиарда долларов. Вот недавно, ну вот, несколько дней назад, президент Российской академии наук заявил, что у нас власти так устроены, что они хотят чудо, чудо хотят получить бесплатно. Вот некоторые такие контрасты. Значит, я хочу сказать, вообще, гравитация и отношения у физиков-теористов были не очень хорошие. Ну, в частности, Фейман написал некоторые письма своей жене, которые в его мемуарах можно найти и других книжках, что, по сути, ни квантовая гравитация, ни гравитационные войны не обнаружен только потому, что там работают очень низкого уровня люди. Ну, вот, собственно, все это. Ну, интересующимся я могу дать ссылки на книги. Ну, вот вышла, вы знаете, одиннадцатого уровня была пресс-инференция на обнаружении мага гравитационных войн. Ну, вот, собственно, обложки их картинки основным показывают. Сливающиеся черные двери, вот они сбежаются за заглубом, сливаются, и потом вот осциллируют. А вот этот вот гравитационный волновой сигнал обнаружен на двух детекторах. То есть один, я сейчас не помню, какой синий, какой красный, а в детекторах Панкорти и Лейнгисон. Это очень важная вещь, что эти, ну, что называется, темплейты, обращающиеся гравитационного волнового сигнала очень похожи, несмотря на то, что ориентация этих плеч местопоразлична. Хорошо и хорошо. Да. Вот. Ну, хорошо. Значит, если есть вопросы какие-то, лучше задавайте сразу по ходу, я с удовольствием отвечу, если смогу. Вот. Ну, значит, это план моего рассказа. Ну, вот, как часто говорится, рассказывается, кто говорил о гравитационных волнах. Ну, вообще-то начали говорить многие люди, ну, начиная с Холисайда. Честно говоря, эту ссылку Холисайда, ну, ссылку на нее нашел, но с такими нашел. Ну, а Панкоре в своих трудах говорил о, собственно, гравитационных волнах, но это достаточно естественно. И, естественно, что, скажем, сливающейся двойной звезде, сливающейся двойной звезде, она должна, период должен уменьшаться, они должны объекты обыстрять свое движение. И, тем самым, так, собственно, и косвенное обнаружение гравитационных волн двойных пульсарах было обнаружено Холсом и Тейлором в 1974 году и в 1993 году. За подтверждение формы общей теории относительности они получили в Нобелевском приеме. Ну, вот, собственно, один из первых людей, кто говорил, и, скажем, Тибо де Амур, один из крупнейших специалистов во Франции по теории относительности, и вот, собственно, он говорит о вкладе по второму. Теперь статья Эйнштейна. Она была опубликована 22 июня 16-го года, и, собственно, Эйнштейн впервые рассмотрел феномен гравитационных волн. Значит, 18-го были некоторые там погрешности, но потом они были справлены в работе 18-го. Значит, вы знаете, что один из протагонистов общей теории относительности был знаменитый астроном, сэр Артур Эдинтон, и он написал работу в 1922 году, где рассмотрел распространение гравитационных волн, и, собственно, показал, что если у вас есть вращающийся стержень, то он излучает гравитационные волны. Вращающийся стержень или двойная система – это все очень близкие вещи. Однако относительно возможности обнаружения гравитационных волн он был весьма кистемистичен, что такой объект не может быть обнаружен никаким мысленным экспериментом, и тоже сказал, что почему говорят, что гравитационные волны распространяются со скоростью света. Это, говорит, в некотором смысле продукт, который ученые просто искусственно вставляют в теорию. Поэтому скорость распространения гравитационных волн, он сказал, они распространяются со скоростью мысли. Ну, это некоторая ирония такая. И, по сути, необходимо оценить, есть ли отклонение распространения гравитационной волны от скорости света и линии. Группа Лайга, один из своих результатов, оценили с большой точностью скорость распространения гравитационной волны соответствует скорости света. Тем самым они еще получили оценку на массу гравитона. Об этом я скажу ниже. Теперь, собственно, с теоретической точки зрения. Ну, первые 50 лет развития теории общей теории относительности, точнее, 40 лет общей теории относительности и 50 специальных, люди не обсуждали практические возможности обнаружения гравитационной волны, а теоретические аспекты увеличались в детали. Вот примерно 10 лет назад Дейнер Кенефик опубликовал интересную статью «Physics Studies» о работе Эйнштейна по гравитационным волнам и, так сказать, собственно, системы научного реферирования, в частности, в журнале «Physical Religion». Значит, Дейнер Кенефик – один из редакторов полного собрания сочинений Эйнштейна. Сейчас, ну, по местным нескольким институтам американских, все-все, так сказать, письма, все статьи, все наследство Эйнштейна издается, ну, немецкие статьи с переводом еще дополнительно английский, и вот, собственно, это вот один из активных деятелей в этом поле. Почему это интересно? Потому что это, собственно, статья связана с публикацией Эйнштейна и совместной его работой о гравитационных волнах с Розой, Натаном Розой. Так вот, значит, вот здесь вот написано, что в 1936 году Эйнштейн пишет письмо Борну и говорит, что мы смотрели с моим ассистентом гравитационные волны. Так вот, ответ этой задачи гравитационных волны нет. Значит, Эйнштейн написал статью и подставил ее в Физикал Ревью и получил ответ, где, собственно, рефери попросил авторов ответить на целый ряд вопросов, возникших по поводу этой статьи. На что тогда редактор Физикал Ревью был тейп, тогда Эйнштейн написал такое письмо. Мы, мистер Розен и я, послали манескрут для публикации и не давали вам разрешения показывать этот материал до публикации. У меня нет никакого резона отвечать на эти в любом случае неправильные комментарии анонимного эксперта. На основе, так сказать, этих обстоятельств я предпочитаю публиковать статью где-то в другом месте. Вот. Но это еще не все в этой истории. Значит, ну, Тейт... Вот, собственно, этот джентльмен Джон Тейт, который был редактором тогда. Тейт сказал, я, к сожалению, не могу принять статью в Физикал Ревью без лицензирования, потому что такова практика. Вот. Но, значит, дальше с этой статьей стали развиваться очень интересные события. Потому что, как вы знаете, Матан Розен уехал в Советский Союз. Для этого, собственно, Эйнштейн написал письмо Молотову с рекомендациями. И не смог закончить эту работу. Вот. А у Эйнштейна появилось два других ассистента. Один джентльмен, который здесь для меня хорошо известен, Леопольд Инфель, а это Робертсон. И, собственно, ну, поскольку ассистенты стали другие, Эйнштейну надо было их убедить в том, что работа была правильной. Ну, в общем, в конце концов, опуская всякие детали, я хочу сказать, что наиболее консервативный был Робертсон. И он, так сказать, требовал, чтобы ему все объяснили. И, как выяснилось, он и был рецензентом. Вот. Но, в конце концов... Ну, вот, собственно, вот этот кинефик, все это, так сказать, перерыв. У нас все же нашел бумажки, куда кому послали. Но, в конце концов, статья, которая в франклинском институте была опубликована Розеном Эйнштейном, заключала выводы, гравиационные волны существуют. Вот. То есть, ответ по дегентральному противоположению. Проблема там была связана с особенностями координат. То есть, с координатами была особенность, которая, по сути дела, оказалась координатной, как люди впоследствии поняли. Ну, в частности... Но Розен еще лет 20 настаивал, что это не координатная особенность, а реальные особенности. Писал работы о том, что гравиационных волны. Вот, собственно, это Робертсон, джентльмен. Но в космологии он очень хорошо известен. Теперь... Ну, так сказать, конечно, скачками всю историю не расскажешь. Пятидесятилетие специальной теории относительности отмечалось в праздничной обстановке в Берне. Вы знаете, первые работы Эйнштейна о специальной теории относительности были посланы из Берна. Эйнштейн работал там в Берне. И, собственно, организовали гравиационные... Почему я говорю о гравиационных конференциях? Потому что эти гравиационные конференции создали грандиозный импульс развития как теории гравитации, так и практических аспектов теории гравитации, в том числе гравиационных волнов. Итак, эта конференция... Ну, сейчас в аналоге называется гравиационная конференция General Latinity 0. Собственно, она была посвящена вот... Пятидесятилетие специальной теории относительности и сороколетию общества относительности. Ну, вот интересно тоже тут отметить. Почетный президент был Вольген Пауле. Вы помните, что Вольген Пауле был один из первых людей, кто написал замечательный обзор об обществе теории относительности. И он, в общем-то, один из ведущих специалистов и в этом области находился. Ну, Финц, тоже известный джентльмен, над которым Пауле работал, а вот лист участник. Ну, вот интересно, что... где самый респектабельный специалист по теории относительности был, когда присутствовал Фок из Ленинграда и Александров, Александров Данилович Александров, геометр из Ленинграда, который, собственно, представлял одну из кулинарных лекций там. Вообще, конечно, вот приятное ощущение, представьте, в это время Александров был ректор Ленинградского университета, 43-летний член-корреспондент Академии наук, а в то же время один из ведущих специалистов в области гравитации. Вообще, конечно, приятно. Вот, теперь важно... GA1. Собственно, GA1 – это старт всех исследований в гравитации. Гравитационные волны. Это очень важное место. Ну, если вы посмотрите вот это, вот парадную публикацию группы Лайда, они обсуждают важный импульс, который эта конференция дала исследование гравитационных волн и гравитационного излучения. Вот, собственно, она происходила в Чапол-Хилле. И, ну, собственно, одна из важнейших проблем – это гравитационные волны. Существуют они, и как их, собственно, понимать? Вы знаете, что Питер Бердман был одним из ассистентов тоже Эйнштейна, в принципе, и автора одной из первых книг по обществу «Ряд носительности». Интересно то, что в этой конференции принимали участие много знаменитых специалистов по гравитации, ну, таких как Уиллер, Лейбер и другие. Вот, собственно, я неспроста двух бизнесменов американских в портреты привел, потому что они оказали колоссальное воздействие на развитые гравитационных исследования в Америке, в частности, в Северной Каролине и Чапол-Хилле. Вот, собственно, это Бансон, это одни Бансон. Он, собственно, занимался производством кондиционеров. Но он понял, что, скажем, даже создать хороший самолет без знания гравитации нельзя. И поэтому он говорит, надо пригласить, я заплачу деньги, и будет частный институт Чапол-Хилле, Института Fundamental Physics, и пригласил в качестве директора супругов Деви. Вот. Одна, я не помню, по-моему, десять лет назад или чуть больше, когда Брайс Деви приезжал в ИТФ, он рассказывал, что он существенную часть денег на свои исследования получал по исследованию антигравитации. Собственно, мечта этих джентльменов была создать антигравитолет. И они даже ссылались на какие-то New York Times публикации, где было указано, что в Советском Союзе антигравитолет уже есть. Вот. Ну вот, собственно, один из советников Брайса Деви, был Джон Уиллер. Он говорил, ну, получится антигравитация, не получится, надо фундаментальную физику исследовать. Вот это важно. А там уж, так сказать, посмотрим. А на антигравитацию играть не надо. А вот этот вот джентльмен Роджет Бабсон, он образовал так называемую Jail Relativity Foldation. Ну, фонд поддержки общей теории относительности. И, собственно, этот фонд премировал хорошие обзорные статьи, премию. Ну, вот во времена Брайса Деви это было 1 тысяча долларов, и Брайс Деви получил, собственно, эту премию. Ну, в частности, в этой статье написано, что исследование гравитации недостаточно внимания было уделено, и сейчас это должно быть усилий. что я хочу сказать. Ну, поскольку этот институт имел достаточно хорошее финансирование, руководство этого института смогло пригласить земельных достаточных физиков в качестве молодых пастдоков. В частности, Питер Хикс и Утиама работали пастдоками в это время. Ну, в частности, вот эта вот публикация Питера Хикса 66-го года была послана из этого института. Ну, теперь о косвенном открытии гравитационных волн. Ну, вот известно, что в 93-м году два джентльмена Халса Телла получили, ну, нобелевскую плену за открытие двойных пульсаров. Ну, собственно, вот в соответствии с формулой Питерса Мэтьюса, следствие гравитационного излучения орбиты пульсаров должны сближаться вот по этой кривой. Ну, и вот эти точки – это наблюдательные данные, а кривая – это предсказание общей теории относительности. Значит, на конференции в Чапол-Хилле был Джо Уэббер. Джо Уэббер был достаточно известный экспериментатор, но очень богатая история у него. Он участвовал во Второй мировой войне, как персонал авианосца. Тонул, выжил, потом стал инженером просто по электрике, потом защитил диссертацию. Но написал одну из первых книг мировой литературы гравитационные волны и диссертации общей для относительности. И фактически очень тесно взаимодействовал с Уиллером. В частности, провел достаточно много времени в Принстоне. Собственно, ну как сделать гравитационно-волновой детектор? Уже на конференции в Чапол-Хилле Фейнер говорил, что надо переводить исследование гравитационных волнов в практическую плоскость. Не исследовать тензоры, псевдотензоры, какие у них там координаты, особенности координат. Можно это измерить или нет? Ну, говорит, например, если вот возьмете стержень, на котором находятся бусинки, которые двигаются по стержне, то ясное дело, что они стержень должны нагревать и тем самым, собственно, детектирование гравитационного излучения. Бонди, который первоначально тоже не верил в существование гравитационного излучения, даже писал в работе, что его нет, сказал, ну давайте шарик тестовых тела возьмем, соединяем их к пружине. Гравитационная волна пройдет, но начнется какое-то движение. Ну вот это движение, собственно, можно обнаружить. Из этих, собственно, пружин, ну, чем можно же взять бар-детектор, у него какие-то есть резонансные, то есть, ну, просто чурку такую круглую, алюминиевую у вегера. Ну и давайте посмотрим, собственно, осциллирует она или нет, когда через нее проходит гравитационная волна. Важная вещь, конечно, отсечь множество всяких шубов, и это довольно трудно сделать. Но Вебер вообще-то имел, ну, колоссальную, что называется, работоспособность и драйв, то, что называется вид. Вот, собственно, делал всякие такие детекторы и триагенты. И важная вещь, что Вебер был один из людей, которые придумали лазер. Если вы возьмете Нобелевскую лекцию Чарльза Каунса, который получил Нобелевскую премию за открытие лазера, ну, собственно, говорит, Вебер был среди тех людей, которые одни из первых. Один из первых четырех, собственно, групп, который придумал лазер. И более того, в литературе описано, что он первый демонстрационно показал лазер в действии. Вот, собственно, вот это из Нобелевской лекции Каунса. Значит, вторая жена Вебера была Вирджиния Тринбл. Она знаменитая, одна из самых респектабельных людей в области астрофизики. То есть она раз в год писала обзоры по всемировой астрофизике. Она присутствовала на пресс-компенсиях, которая обсуждала, собственно, открытие грандиционных. Ну, и она сказала, что, собственно, вклад Вебера не доценил. Вот, Вебер опубликовал порядка шести работ «Physical Review Latest», где говорит, что он детектировал грандиционные волны. Вот, но он построил не один детектор, как здесь показано, а два. Один установил в Мэрилинде, другой в Чикаго. И смотрел синхронные их колебания. Вот, и, собственно, ну, смотрелись всякие статистические данные. Ну, после этого, ну, в конце концов, после серии этих, ну, собственно, наблюдений, было сказано, что здесь некоторый эксцесс, то есть возбуждение этих бар-детекторов происходит чаще, когда они направлены на галактический центр. Такой вывод был сделан. Ну, собственно, вот я опущу всякие детали. Это вот возник такой результат, опубликованный в хороших журналах. Ну, один из больших энтузиастов и один из пионеров Лайда, Кип Торн, со своим учеником Вильямом Прессом, решил посмотреть, какие источники. Ну, и, собственно, они в этом обзоре все детально это дело рассмотрели и говорят, что мы считаем, что выборовские экспериментальные данные для галактических, ну, относительно галактических волн довольно убедительны. Но мы также видим, что нет достаточных теоретических объяснений, откуда эти волны пришли. Ну, и нет источников. Вот. Ну, я в конце немножко еще одну цитату из этого обзора Параса Торна приведу. Значит, ну, впоследствии начала эта идея галактического народа и детекторов развиваться в разных странах, ну, в том числе, там, в Италии, в Америке, в Австралии. Ну, один из энтузиастов этого дела был Амальди, его ученик, Георгий Пационов. Ну, собственно, они уже построили триогенные детекторы. Температура триогенных детекторов, ну, у некоторых было меньше даже одного периода. Вот это Эксплора, ну, тут Маутилус. В общем, четыре детектора здесь показаны, триогенные. Ну, вот, немножко о гравитационных волнах. И они сказали, что опять у них есть сексесс направленный галактический центр. Немножко, вот, гравитационные... Есть две поляризации. Вот, собственно, может быть, предстал возмущение Тензор и Эксплора таким образом. Вот, собственно, это иллюстрация плюс и кросс-поляризации. Теперь, как выглядит гравитационная волна, гравитационный волновой сигнал? Ну, вот, собственно, вот, выглядит гравитационный волновой сигнал вот такие вот, собственно, осцилляции. Это два точечных объекта сливаются один друг в другую. Это модель точечной в общей относительности постнетоновское приближение. Постнетоновская степень 5, зеленая на 2. Здесь важная вещь такая, что если вы берете меньший порядок постнетоновского приближения, то вы силу трения, собственно, записать в уравнение не можете. Поэтому, ну, надо... Потери гравитационные, как в модели... У Китерса и Мэтьюса можно просчитать, а гравитационный волновой сигнал нет. Вот, собственно, у Вилла и Линкена вот такая вот картинка нарисована. Значит, детекторы, какие есть, будут, и, так сказать, что мы будем на это еще обижать. Вот есть, ну, был, точнее, Лайго, ВИРГО, детектор, который сейчас модифицируется на Эдванс ВИРГО. Эдванс Лайго, красный, КАГРО, о, черный, простите, красный, это КАГРО. КАГРО – это японский криогенный детектор, который строится в, собственно, шахтах, в Камиокарде. Я картинку покажу. Да, сейчас летает Лиза Панпайли. Это, собственно, проверка технологической возможности, чтобы пробное тело в гравитационном волновом детекторе двигалось свободно в космическом аппарате. Собственно, Лиза – это миссия, которая раньше была миссией нас и Лиза. Сейчас только Лиза поддерживает эту миссию. И она, собственно, это три спутника на расстоянии. Раньше было пять миллионов, сейчас миллион километров, потому что мы сказали уменьшить ДВД. А спросите, пожалуйста, вертикальные оси. Это, значит, относительное… Это дельта H на H. Относительные изменения… Ну, вот у вас есть… Предположим, вы мерите не светом, а, ну, так сказать, палкой. Так вот, палка у вас настолько должна, так сказать, относительно уменьшиться. Ну, это фантастические цифры. Неужели это возможно? Вот, понимаете, когда вначале, я не знаю, может быть, вы вначале это пропустили, значит, ну, вот Лайгов в парадном фильме говорят, что они измерили смещение зеркал на уровне 0,001 диаметра протона. Понимаете? Ну, вот, к сожалению, вот так же, как Вебер сказал, вот я вижу. Для того, чтобы сказать, а я не верю, надо построить детектор лучше. Это один способ, единственный. Понимаете? Вот, ну, я специально вам сказал, что люди декларировали много раз, что они вот что-то подобное видят. Вот, ну, давайте немножко, вот, собственно, об актерах. Это называется, эти три джентльмена называются отцы-основатели Лайгов. Это Рон Дривер, Киптор и Райнер Уайс. Значит, это два джентльмена-экспериментаторы, а Киптор, ну, физик-теоретик, специалист по гравитации и астрологии. Следует заметить, что Рон Дривер был один из первых людей, которые, живя в Шотландии, значит, настаивал на том, что результат Вебера артефакт. Он сделал бар-детектор, и он говорил, что у него бар-детектор лучше. И вот они спорили постоянно на конференции, есть сигнал или нет. Вообще, очень интересная вещь. Я имел счастье разговаривать, ну, вот с джентльмена-экспериментом, но и с Джиом Вебером, он умер в 2000 году. Он говорил, что у него был сигнал еще не только вот направленный галактический центр, но от сверхновой 87-го. Но какой сигнал? Он до такой степени был вот этим скепсисом, ну, так сказать, запрессован, что очень трудно было все время ему ощущение такое, что человек будет ему что-то возражать. Ну, вот Рон Дривер возражал, и, собственно, его включили как одного из экспериментаторов. Вот это, собственно, первая порция денег из National Science Foundation, американского фонда научных исследований, была выдана в 92-м году, и в 92-м году, собственно, было продекларировано в журнале Science, была опубликована статья, где они, собственно, говорили, мы готовы построить такой детектор. Вот, собственно, они показывали, какова форма гравиационной волны при каких-то параметрах. Вот здесь видите, вот важная вещь, вот этот чирк, который, собственно, они и обнаружили. Вот так вот выглядит должна гравиационная волна. Не важно, в обе поляризации. Ну, значит, вот две поляризации. Вот так должен выглядеть детектор, в принципе, с кем-либо. Значит, вот форма подвески зеркал довольно сложная, чтобы победить шум, который возникает в подвесках. Подвески осуществляются многоступенчатые. То есть, ну, кварцевая нить сейчас, потом следующая подвеска. То есть, несколько ступеней подвески. Ну, собственно, вот тоже от чистоты чувствительности этой декларируемой, которой они должны достичь. И, более того, в Колтехе они построили прототип 40-метровый, разрушив некоторые даже перегородки в зданиях. Чтобы все показать, что все работает, 40-метровый у них прототип. В 92-м году. Ну, вот, собственно, немножко о, собственно, форме гравитационной волны. Вот как в исследованиях Тибода Амура и его учеников было показано, что достаточно, на удивление, если у вас источник гравитационных волок черной дыры, то, на удивление, долго мы можем использовать приближение двух точечных масс после методовского приближения. Оно удивительно хорошо совпадает с числением гравитации. Вот здесь, собственно, показано. И показаны, здесь плохо видны цвета, но показано, что практически до самого слияния численной гравитации и эффективной ван-боды одинаковы. Вот здесь это тоже картинка. Ну и, собственно, вот тоже некоторые образцы форм гравитационных волок, которые я все время тоже считал. Вот, собственно, вот так вот должны... Приходит волна, и зеркала должны, так сказать, деформироваться. По какому размеру зеркала? О чем у вас? Размер детектора. Детектора? Четыре километра в... Нет, зеркал. Самых зеркал. Самых зеркал я сейчас на вскидку не могу сказать. Они... Ну, что-то так, да. То есть диаметр трубы, в которой лазерный пучок, это метр двадцать. Зеркал в районе метра. В районе метра вот так там. А что здесь получается? Вот, значит... Значит, вот весь спектр... Комна, да. Охлаждения там нет. Значит, креогенный детектор будет КАГРА. Это я потом ставлю. Значит, гравитационный волновой спектр. Вот это, собственно, тоже парадная картинка, как можно по CMV мерить. Пульсарный тайминг. Пульсарный тайминг – это очень активное поле деятельности. Ну, смотрите. Если у вас гравитационная волна проходит через пространство времени, то пульсарный тайминг должен меняться. Меняться характерным образом. Впервые это было отмечено в работе САЖа 1978 года, а потом в работе Диквейлера, одного из учеников Чендерситара. И сейчас эта технология очень, так сказать, строится целые, ну, массивы радиотелескопов для контроля пульсарного тайминга. Космические детекторы. Ну, вот, собственно, я говорил про Элиза. Тайминг. Значит, пульсар для нас, обычных людей на Земле – это очень хорошие часы. Пульсары – это периодически вот так вот отсчёты приходят. Собственно, по этим отсчётам они были найдены. И руководитель Джоселин Белл Хьюиш, Энтони Хьюиш, получил надборскую премию. Вот, значит, но если идёт, проходит через, между наблюдателем и пульсаром проходит гравитационная волна, то, естественно, электромагнитный сигнал в соответствии с потенциалом движется не так. Специальный сбой пульсарного тайминга, изменение пульсарного тайминга – это проявление гравитационной волны. Вот, собственно, я говорил, это в 78-м году период предложенного работы. Саша, вот, ну, значит, про лайго-детекторы. Ну, и наземные интерферометры – это, собственно, лайго. Да, поскольку сказали размер интерферометра, хотел сказать, что в Ханфуртсе, в Вашингтоне, американцы построили два интерферометра – 2,4 километра. Вот, а очень важная вещь для локации сигнала на небе – очень важная вещь – разбросать эти интерферометры по небесной сфере как можно лучше. И вот если бы и сейчас, это я забегаю, но, так сказать, вперед я хочу сказать сейчас, правительство Индии подписало соглашение, которому оно обязуется забрать эти интерферометры. Точнее, премьер-министр уже одобрил, уже остальные вещи будут технические. Забрать эти 2-метровый интерферометр и, собственно, устроить центр гравитационных исследований. Ну, конечно, оборудование это американцы дают бесплатно, но вся инфраструктура – это должно быть обеспечено индивидуально. Это сигнал, это частота гравитационной волны. Вот это гравитационная волна пока. Ну, тогда же пульсар тайминг фактически не может работать, не наблюдаем. 10,9 Гц – это много лет надо ждать. Нет, 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 нет. Это такая волна с такой частотой отражается на пульсарном тайминге. Но я просто не могу, к сожалению, говорить обо всем этом подробно. Ну, вот, понимаете, это так. То есть отсылаю к обзору, связанному. Поскольку все-таки я должен быть договорить о чем-то хотя бы положительном плане об этом. Ну, это, собственно, весь спектр гравитационно-волновых исследований и разные инструменты. Вот. Пульсарный тайминг, да, это очень маленькие частоты. Ну, собственно, стратегические источники. Какие источники? Ну, вот я уже говорил, что Синги говорил об обнаружении тендерной моды. Нейтронные звезды. Ну, известно, что для того, чтобы был сигнал, как первый показал Эдингтон, для того, чтобы был сигнал гравитационно-волновой, обязательно должен быть, ну, что-то... Сферических симметричных недостачек должен быть, ну, то, что мы сейчас называем квадрупольный момент, меняющийся квадрупольный момент. Ну, скажем, вот если вращающаяся нейтронная звезда с магнитным полем, пульсар, это, например, с магнитным полем. Вот вращающаяся нейтронная звезда, если у нее должна быть не только аксиальная симметрия, но и какой-то асимметричный вклад. Ну, скажем, называют горы на нейтронные звезды. Размер горы на нейтронных звездах, по-моему, сейчас, типа, не больше миллиметра. Что-то такое. Вот такие горы. Вот, ну, собственно, снова такой проспект. Какие могут быть источники гравитационного излучения. Ну, я, так сказать, немножко ускорюсь. Ну, вот, собственно, вдвойне черные дыры. Возникает вот такая, ну, профиль гравитационной волны. Но важная вещь следует заметить. Каков сигнал детектора? Сигнал снимает вот примерно такой. Это я скопировал, ну, так сказать, примерно 10 слайдов из презентации Давида Рейнса, который Киай Лайдер. Вот, смотрите, какой сигнал и какой шум. Вот в этом шуме должны были быть вот такие сигналы. Они говорят, что они это сделали. Так что, ну... Ну, вот тут еще, вот, собственно, три стадии. Inspiral, то есть, движение, слияние и ринг-даун. Это уже 20. Вот, собственно, эквивалентные массы отношения 4 к 1. Вот такие теоретические, можно посчитать, их темплейты гравитационного нового сигнала. Значит, в сигнал входит вот этот факт фундаментальный параметр, это масса черепа нит, который связан с изменением частоты гравитационного нового сигнала. Вот так, собственно, можно его оценить, используя разные модели вычисления профиля гравитационного нового сигнала. Оценка массы куда более затруднительно. Видите, какая форма типа банана получается. Вот. А обнаружение на небе, вы видите, вообще, так сказать, десятки градусов. Довольно плохое. А, собственно, дистанция, ну, для каких-то модельных данных, тоже, вот видите, в большом-большом диапазоне. То есть, два в три раза меняется. Ну, это и понятно. Вот. Теперь, собственно, вот эта картина, где проживают участники, всякие коллаборации ЛАЙГа. Ну, больше тысячи там было, есть Юти, ну, больше тысячи соавторов. Вот видите, по всему, мимо они разбросили. В России это в Московском университете в Нижнем Новгороде. Ну, собственно, вот так надо стержень вращать, чтобы была гравитационная волновая волна. А теперь, собственно, вот нейтронные звезды. Вот с такими параметрами размер, ну, собственно, возмещение 10-20. Вот, собственно, гравитационный волновой интерфинометр. Значит, вот требование. Черное линия, это требование. А это, вот эти спайки, это исходный шум, ну, шум природы, которая изучена. И экспериментаторы говорят, что она им не страшна. Это они могут, поскольку, уничтожать из земли людей. Вот. А это вот требования, собственно, которые у них имеются. Ну, вот видите, два детектора Ханфорта имеются. Собственно, вот этот сигнал. Ну, теперь картинки. Значит, в Ханфорте, это пустыня недалеко от города Сьюд. Это северо-запад США. И юго-восток, это Луизиана. Это просто, ну, детственные леса и болота. И вот здесь вот, собственно, установлены эти два детектора. Расстояние между ними примерно 300 км. Это важный вид. Их два детектора, потому что здесь также, следуя идеям Джоя Вебера, он смотрит... Это левых стон. Четыре метра длина, собственно, плеч. Ну, вот. В этих презентациях все время разговор шел о двойных. Это некоторые картинки, как-то все выглядит сложно. Ну, вот. Снова. Ну, как это все технологически делается. Ну, собственно, программа Advanced Light. Сейчас Advanced Light работает. Advanced Light было продекларировано, что оно запущено 18 сентября 2015 года. Значит, 12 сентября 2015 года был, что называется, инженерный прием. И 14... 12 сентября инженерный прием Advanced Light. А 14 сентября был сигнал, который, собственно, вот. Люди обсуждают и говорят, что это двойные черные дыры, массивные черные дыры. Ну, собственно, это программа развития Light. И вот, значит, это опять презентация Дэвида Райса. Значит, он говорит, вот, двойные черные дыры. Это год назад я слушал, значит, его презентацию на одной из конференций и спросил, собственно, почему двойные черные дыры, нетронные звезды, черные дыры, значит, более вероятны. Ответ такой. Двойные нейтронные звезды мы видим. Мы видим системы двойных пульсаров. Их, ну, так сказать, можно уже статистику оценить. А черные дыры, черные дыры таких систем неизвестны. Более того, массивных черных дыр, там, как диапазон, который был обнаружен, вообще-то и двойных системах со звездами обычными не обнаружен. Вот. Ну, значит, глобальная сеть. Вот существует Light. Видите, вот как они ориентированы. И, ну, на небесной, ну, то есть, на земной поверхности. Это очень важно для того, чтобы впоследствии проводить вот по треангуляции, указывать диапазон возможных положений для рентгеновских и гамма-излучионных и оптических наблюдений. Последующие этой области. Вот. Ну, значит, вот видите, это составляет несколько градусов. Ну, вот, собственно, как это все расположено снова на карте Земли. Light. Light. Advanced Virgo. И вблизи Pisa. Каши. И Light. Агаинде, который будет установлен, но пока еще не определились точные места, которые будут. И КАГРА должна начать работать в 18-м году. Вот, собственно, Virgo. Там тоже, ну, так сказать, это практически в основном это сотрудничество французов и итальянцев. КАГРА. Вот, собственно, вот этот криогенный детектор будет предпомещен в эту шахту. Ну, конечно, уровень шума будет существенно пониже. А температура зеркал будет 20 кельменов состоять. Ну, и, собственно, вот на следующий день, после пресс-конференции, было поздравительное, собственно, телеграмма от КАГРА и, собственно, PI. КАГРА коллаборейшн. Каджита, наверное, всем известен. Он не последний нобелевский лауреат за исследование в области Неприи. Он сейчас занимается вот этим детектором КАГРА. Лайга. Значит, вот вы видите, вот этот джентльмен, это Дэвид Райнса. Он, так сказать, убедил индусов и индийское правительство, что надо бы им установить грационные налоги. Ну, и вот видите, 17 февраля 2016 года, через 6 дней после пресс-конференции об открытии, новое открытие, индийский пресс-кабинет решил принципиальное решение установить детектора Лайга. Вот, собственно, вот так вот выглядят области, из которых пришел грационно-волновой сигнал локализации. Если будет три детектора, Ханфорт, Ливенстон, Лирберт, будут зоны, ну, правдоподобие, куда должен попасть, где должен находиться источник. Вот, и они начинают, естественно, сужаться, если будет впущено встроение не только Вирго Италия, но и Вирго Италия. И вот и кадры. Значит, ну и следующий этап – это Эйнштейновский телескоп. Эйнштейновский телескоп – это пока международный проект. Неизвестно, где его, собственно, собираются установить. Но я знаю, что есть большое желание у многих польских, в частности, исследователей установить в шахтах Силизи. Вот такой грационно-волновой детектор. Уже будет похож на конфигурацию на Лизу. Ну, и, собственно, подземлет реагент должен быть. Длина плеча 10 км. Вот это вот чувствительность детектора. Теперь об источниках и, собственно, о результате. Потому что я все это длинное-длинное видение делаю. Вот видите, значит, в 97-м году, когда только запустили LIGO-1, и никакого оптимизма не было, вот была опубликована статья в астрономе Летеса и также в миострономе вот этих актеров, где они, используя машины в сценариях, то есть посчитали, то есть в компьютерах промоделировали эволюцию двойных систем. С той точки зрения, что мы то, что знают ученые, это заложено в эволюцию двойных систем. И посчитали частота каких событий будет больше, скажем, слияние нейтронной звезды, нейтронная звезда, нейтронная звезда, черная дыра, черная дыра, черная дыра, и пришли к выводу, что наиболее вероятно будет слияние двойных черных звезд. Собственно, вот этот вывод был сделан. Да, значит, что такое сценарий машин? Сценарий машин, идея приближает Липунову, и он попросил своего программиста, коллегу Корнилова, значит, написать программу. Он написал код, и потом, значит, в ГАИШе было защищено три докторских диссертации на использовании, не Липунова, а уже других его последствий, три докторских диссертации на использовании кода Липунова-Корнилова по вычислению частоты слияния двойных звезд. Ну, собственно, первое событие – это слияние двойных звезд. Ну, собственно, этот вывод, важная вещь, что этот вывод фактически подтвержден моделированием других групп. Когда Лайга уже стала формироваться, тысяча человек, там было разделение работы очень существенное, и в конце концов люди, кто-то делал одно, кто-то другое, группа в основном поляков занималась моделированием частоты слияния двойных систем. И они, собственно, подтвердили эти выводы. Ну, а теперь вот, собственно, знаменитые слайды из этой знаменитой статьи. Наблюдение гравиационных волн от слияния двойных черных звезд. Вот, значит, говорят, что обнаружены на уровне 5.1 сигма системы, состоящие из двух черных звезд. Масса 36 солнечных масс и 29 солнечных масс. В конце концов, в результате слияния получается 62 солнечных масс, 3 массы уходят в гравиационное излучение. И, собственно, расстояние, на котором находится источник, это 410 мегапарсетов. Ну, здесь плюс-лильность довольно большой, там, больше 100 мегапарсетов. То есть, ну, если в световых годах, то примерно больше тысячи световых лет. А, извините, миллиарды световых лет. Вот, значит, миллиарда 200 миллионов световых лет. Вот, ну, значит, вот эти картинки мы уже отчасти видели. Вот, собственно, сигнал. Это Ханфорд, это Ливингстон. И это моделирование, численное моделирование, как сигнал должен был выглядеть в теории. Вот. Ну, а это, собственно, интенсивность. Светами покажем. То, что называется спектр мощности. Вот. Во времени. Ну, вы видите, что, вы видите, что все событие происходит меньше, чем одна секунда. Ну, вот еще раз, вот как они должны сливаться. Скорость. Скорость. Вот это разделение. Разделение и скорость черной дыры. И, вот, собственно, вот тут тоже картинка, которая на обложку QZRF. Вот это попало. Слияние. Сближение. То есть, сближение, слияние и рингдаун. Вот, собственно, вот так вот выглядят их детекторы. Они представили, как у них выглядят детекторы. Ну, и вот интересный, да, детекторы. Ну, вот интересная вещь. Я вам неспроста говорю про статью Дингтона, где он сказал, что неплохо бы уметь мерить скорость распространения гравитационных мер. Так вот, значит, можно рассмотреть не только стандартную общую вероотносительность, а, скажем, теорию гравитации с ненулевой массой гравитона. И, оказывается, вот как было предложено Клиффорд Виллом. Клиффорд Виллом – это один из учеников типа Торна. По форме чирпа, по форме сигнала, когда происходит окончательное сближение этих тестовых масс, можно получить оценку на массу гравитона. И можно также, если, скажем, у вас слияние двойных нейтронных звезд и модель известных, по задержкам сигналу получить оценку на массу гравитона. Так вот, значит, собственно, оценку на массу гравитона и по разной статье получим пока 1,2 на 10-22 электронной электронной. Вот. Ну, собственно, я почти все сказал. Единственное, что я хотел бы сказать, что, ну, какое-то время назад мы с сербскими коллегами анализировали возможности получения оценки на массу гравитона из анализа движения ярких звезд в окресток галактического центра. И вот обработка данных наблюдений, ну, не наших, очевидных наблюдений, показывает, что оценка на массу гравитона получается следующее, что это, ну, собственно, это порядка 1, ну, 2,9 на 10-21 электронной. То есть 20 раз пудем, чем и гравитационная новая сигнала. То есть, в принципе, это все одно с другим согласуется, но эти данные были известны уже давно, в движении ярких звезд. Данные по профилю, по форме терплейта, про обращу гравитационного нового сигнала получены недавно. Наблюдение, что называется, после свечей. Тут очень интересная история. Значит, группа Лайга подписала соглашение со многими-многими группами, которые проводят исследования в рентгеновском диапазоне в гамма- и наземном наблюдении, о том, что они будут сообщать о подозрительных ситуациях немедленно. И тем самым можно смотреть какое-то послесвечение. Потому что если произошел просто гравитационный волновой сигнал, где гарантия того, что у вас сигнал не вызван, был индуцирован какими-то событиями на Земле или где-то еще, так сказать, ну, а не с космоса пришли. А если есть, ну, какой-то партнер в других диапазонах, тогда, собственно, можно что-то сказать больше. Так вот, собственно, сигнал о том, что есть подозрительная область и локализация этой области пришла через два дня после того, как группа Лайга, собственно, детектирует. Это же все происходит автоматически. То есть, ну, сигнал обработан. Это все эти комплейты, все эти фитинги уже сделаны. Однако два дня, только через два дня, собственно, их партнеры по другим возможностям наблюдений стали что-то наблюдать. Забегая вперед, вам хочу сказать, что ничего, ни в каком диапазоне такого, ну, так сказать, транзиента, то есть, вы стратегически называете транзиента переменной источники не обнаружили. Только задним ходом коллаборация ферми, это гамма, практически широкоугольный всеохватывающий гамма-телескоп ферми, обнаружил какой-то сигнал на уровне 2.7. Ну, я об этом два-три слова скажу. Вот, собственно, как стали смотреть. Хотя, простите, я забыл важный комментарий сказать, для неастрофизиков. Если у вас сливается двойная нейтронная звезда, то у вас есть шанс, что есть какое-то излучение электромагнитного диапазонного гамма-телескопа. Если у вас сливаются черные дыры и нет никакой окружающего материи, то странно было бы ожидать, что у вас еще есть плюс какое-то электромагнитное излучение. Именно поэтому, ну, так сказать, собственно, вот эти инструменты, которые были включены в эту идею. Ну, в том числе вот ферми инструменты. В России есть сеть мастер, которая также принимала участие в этих наблюдениях и довольно большую область покрыла. Вот мастер, видите, написано, они покрыли 590 квадратных градусов, но ничего интересного не нашли. Вот, собственно, эта область. Поскольку у вас есть два детектора, то вы знаете, что сигнал шел, грубо говоря, если смотреть относительно на земле с юга, то есть сначала он пронзил, давайте так скажем, детектор в Linux Tony, а потом в Frankfurt. Ну, значит, вот это, ну, разной обработки поверхности, где, ну, не поверхность, кривой, где может локализоваться сигнал. Ну, и красками показаны, в каких диапазонах его простомировали. Вот, ну вот, как я вам хотел сказать, ферми что-то такое сказал, что есть какой-то у них сигнал. вот, ну, и, значит, вот, сейчас я не помню, но, собственно, у них вот такой сигнал возник примерно через там секунду после вот этого триггера, который был. А? 0,4. 0,4, да. 0,4, да. 0,4, да. 0,4. Вот, 0,4 здесь написано. Вот, собственно, ферми... А вот, значит, это область локализации. Если, ну, пересечение всех областей нарисовать, то, собственно, остается от ферми вот такой кусок. Ну, значит, я вам сначала цитирую обзор, древний обзор Торна, Упрессии Торна. Ну, вот, собственно, в конце этого обзора они написали. Выбор своих исследований протестировал разные возможные системические возбуждения детектора, возбуждения космическими вещами, радиоволнами. И все это было отброшено, потому что не давало результата, который он видел. Тем не менее, в исключении негравитационных источников всегда есть возможность, что что-то пропущено. Поэтому очень важно найти прямое свидетельство того, что возбуждение ей имеет гравитационную природу. Вот, собственно, Торна это писал в 1972 году. То есть еще за 20 лет до того, как Лайдер вступил в... Ну, и, собственно, вот он приводит пример Янских, который фактически открыватель стал радиоастрономией. Ну, а вот, собственно, на пресс-конференции НСФ, вот это вот джентльмен, вот Дэвид Файнце, собственно, он, когда пришел, первые слова, которые он сказал, мы это сделали. Ну, вот он показал такого размера гравитационную волну, пойми. Как часто такие события предполагаются наблюдать? Вот это, понимаете... Дело в том, что я же частоту приводил. Частота в широком диапазоне. В принципе, даже сливающиеся нейтронные звезды должны сливаться на десятки в год. Ну... В нашей галактике? В какой глаше? Нашу галактику уже все прошестили давно. Это очень редкие события. Уже прошестили первое поколение Петелька. Это расстояние, я сказал, 400 мегапарсек. Плюс 100, минус 100. Это 1,2 миллиарда световых лет. То есть, понимаете, вот 1,2 миллиарда световых лет черные дыры так... А люди ее поймали. Повезло. Ну, так и есть оценка на частоту. Вот в этой траве работе-то они вроде не писали. Нет, есть. Они в конце написали оценку. Нет, они все написали. Но они сказали, что детектора Лайга увидят десятки в первый год. Первого поколения. Первого поколения. Первого поколения. Но, в принципе, тут очень трудно, как астрономия, трудно масштабировать. Важно, они сравнили источники двойных нейтронных звезд и черный дыр. И фактически утверждение, которое осталось, что черные дыры более вероятны источниками. Вот это утверждение осталось, и оно ваше. И что тогда, как часто, совсем? Вот, не так. Десятки. Десятки в год. В год. В год. В год. Но при постоянном, конечно, работе. То есть сейчас о них говорят по слухам. Это же все люди под подписку. Они когда заключили соглашение, они подписку дают. Они разглашили. Вот. И, кстати, при... Ну, некоторые области, другие телескопы, вот эту область сканировали. Но получается так, что они не знали и их не могли даже попросить. Скажем, спектральное измерение или чего-то из этого измерения. Подписка, она затрудняет... Она, ну, то есть, конечно, дает преимущество, что можно быть первым, но нас затрудняет исследование этого объекта в более широком плане. Вот. Десятки, десятки. Более того... Так вот, по подписке... Что они сказали? Они сказали, да, мы видим еще, но уровень ниже. Они же не показывают профиль. Они говорят, область локации такая. Данные вот такие. Ну, интересно то, что вот этот мастер, это 40-сантиметровый телескоп, они установили в Южный Африке. Ну, буквально несколько месяцев назад. У них даже карты Южного неба не было. То есть, ну, вот, собственно, где традиент? Все это должно быть в нему привязано. То есть, понимаете, в чем дело? Важная вещь... Вот еще я хотел бы сказать. Когда уже детектор построен, важная вещь, чтобы доказать, что у нас есть рационно-волновой сигнал, найти традиент других диапазонов. И тут выяснилось, что, в принципе, надо бы иметь вот эти вот широкоугольные, сканирующие по широкой области системы быстро довольно. Вот, типа, на уровне робота. Понимаете? Вот поэтому оказалась достаточно дешевая вот эта система роботов-телескопов. Она, так сказать, работает. Три традиента они нашли, но они не подходят по каким-то параметрам. Традиент, там, что-то, типа, каким... Которые будут... Я включу вопросы. Водно-продольные или поперечные? Поперечные. Поперечные? Да. Так, еще вопросы. Как они массой? Массу? Значит, вот это очень интересная вещь. Значит, смотрите. У вас по чирпу, по профилю гравитационно-волнового сигнала. Если у вас есть масса гравитона, то распространение волны из такой тьмо-таракани, но оно разное. Понимаете? То есть форма чирпа будет другая. Ну, комплайта. Извините, я жаргон использую. Но форма гравитационной волны будет разной. Там и сям. И она настолько похожа на стандартную общую теорию относительность, что ограничение вот такое. Я спрашивал, как масса черной дыры. А, масса черной дыры. Извините, я просто... Масса черной дыры. Это-то очень просто. Понимаете? Масса черной дыры. Это времена. Просто времена. Ну, да. Размер чирпы – это характерный размер события по горизонту. Да, времена, да. То есть можно, по крайней мере, сумму оценить сразу. Там миллисекленно. Да. А расстояние по амплитуде, если говорить грубо. Если говорить грубо. Вот как они разделили, что там 1, 29, 2, 36. Это по форме. Это по форме. Это по форме. Это уже фитингом. У них банк темплейтов, причем не только асимптотических возложений точечных масс, но и численная гравитация. Удивительно это совпадает. Они обсчитывали несколько месяцев. Нет, это все было у них заготовлено. Просто они уточняли… Удивительно, что два тектора одинаковые. Удивительно. Ну, похоже. Нет. Ну, практически одинаковые. Ну, мозг и шпачки. Так, еще вопросы. А как хорошо они понимают источника того колоссального шума, на фоне которого они двигаются? Да. Вот они 25 лет это изучали. Понимаете, в чем дело? Это, в принципе, дело в том, что фильтрация здесь у них узкополосная. Они не фитировали, просто вот говорят, вот этот вот мы темплейт вставляем и бестфит для него. Они сначала прописали вот этот вот, собственно, гравитационный волновой сигнал, а потом уже, как после прописывания, они уже включили фит с определением параметров. Понимаете, для того, чтобы сказать нет, вот смотрите, я неспроста сказал BASIC-2. Сказали, мы открыли гравитационный, для того, чтобы их опровергнуть, должен иметься, должен быть в наличии мощный, куда более мощный инструмент, как планк, который сказал, нет, ребята, у вас нет, нет, это пыль. Еще вопрос. Для меня странно. То, что вы показали, там около тысячи соавторов в этой публикации. А, тысяча девять, по-моему. Почему так много? В физике высоких энергий нам понятно, потому что у нас миллионы каналов в одной установке. А здесь чего люди делают? Ну, это надо НСФ спросить. Понимаете? Который это финансирует. Кстати, интересная вещь. Я посмотрел биографию участвующих лиц. Скажем, сейчас окончательное финансирование. Ну, собственно, для 2 слайга они получили финансирование примерно 10 лет назад. Но сейчас НСФ и, собственно, кто устраивал этот шоу большой, это ученицы ТОРД. Дело в том, что в некотором смысле они не только лайгов писали, они всех виргов писали. То есть они подписали соглашение. Если кто-то из нас что-то найдет, то все завтра. Понимаете? Ну, я могу только констатировать, я же, так сказать, не decision maker. Я только что вижу, говорю. Так, еще вопрос. Вы как-то начали по-моему говорить с словом вера. Скажите, пожалуйста, какая у вас вера? Вера? Ну, вы знаете, я, честно говоря, вам хочу сказать. А верите или не верите? Я вам хочу сказать вот что. Что вообще-то, говоря с Типом Торном, я на эту тему говорил, я не знаю, с 1992 года примерно. Я ему говорил, вот еще тогда. Но это не только я, другие тоже, понимаете? Должен быть другой канал, что... Ну, вот у вас дрыгнул, что-то. Он спросит, а где у вас источник? Если это не транзиент в электромагнитном или гаммодиапазоне... Понимаете? Это очень трудно. Понимаете? Дело в том, вот я пропустил эти слайды. Натрыгнул это в двух разный местах, почти не знаю. А дело все в том, что вот я... Вот очень хороший вопрос. Мне очень он понравился. Дело все в том, что креогенные бар-детекторы, которые, собственно, делали, ну, вот, в основном итальянцы, они преуспели в этом... Это ученики Аманди и Пиццелла. Они нашли эксцесс на двух детекторах, один с церном, в другое время, эксцесс направления в галактический центр. Понимаете? Я не сомневаюсь, что это что-то в детекторе было. Это люди не просто нарисовали, потому что им сенсации поделось. Это не, по сути, наверное, это не изученный шум какой-то. Понимаете? Вот. Американцы говорят, ну, это вообще чушь собачья, какой там, что у вас там из галактического центра может видеть. Не может. А тем более, что у бар-детектора диапазон частот, в которых они работают, очень низкий. 10-20 герц. То есть туда должно попасть. Ну, это на финальной стадии слияния нейтронных звезд. Чего тут пошло? Ничего страшного. Я-то работаю. Вот. Понимаете? То есть, ну, вот, вера, должно быть, все-таки указать. Так вообще-то. Хорошо. Потом, ну, куда торопиться? Понимаете? Конечно, если вопрос получения денег, то, конечно, надо шоу, сенсации и прочее. Это все понятно. Но, если у них детектор готов, ну, работайте, дайте 10 событий. Может, там будут нейтронные звезды, транзилентные. Не на второй, а минус второй. Так, ну, вопрос исчерпает. Еще один вопрос. Я думаю, у них есть какая-то тестовая система, которая производит вибрацию зеркал. У-у-у! Это очень интересная тема. Значит, у них не только тестовая система. У них начальство, ну, вот как на проходной проверяют пропуска, чтобы пропуска не передавали, они пускают ложные сигналы квази-гравитационно-волновые. И через, ну, два-три человека знают, что они пустили. И потом все начинают обрабатывать. И они смотрят, они смогут это все выровить или нет в этом шуме. Вот. И потом уже готовят публикации. И потом говорят, все, это тренировка. Вот. Понимаете? То есть... Вот. Но меня... Вот. Что вообще не очень? Если вы подписали соглашение. Транзиент. Секундное событие. Если вы подписали соглашение с другими инструментами, что же вы два дня решали? Вы знаете? Почему они два дня решали? Я и не знаю. Милоседия. Ну, это понятно. Нет. Вы знаете, вот если смотреть историю науки в целом или астрофизики, много раз люди декларирули что-то, нашли, а не затропили в зиму. Это в Нече было пять статей. Понимаете, вот так вот, периодически. Ну, вот. Да, интересная тоже вещь. Извините, сейчас вот просто как это все организовано. А, по их описаниям, значит, в августе супербоссы, то есть у них маленькие группы, супербоссы стали решать, где мы будем публиковать свое открытие. Вот. Ну, и в конце концов решили, что открытие надо публиковать в физрефлотезе. Понимаете? Ну. Ну, мне казалось, что сначала открытие, а потом решение. Ну. Да, да. В августе, да. Да, да. Дойщего воровать за августе. Вопрос. Это была шутка, что длина волны 1 метр? Какой же 1 метр? Вы же сказали, что вы открыли Нет, это моя шутка Неудачная Я сказал, это была шутка, да? Нет, но когда люди говорят, что мы поймали вот такую рыбу Это не значит, что она вот такая Она же не такая Какая длина волны? Какая длина волны? Там показано Частота доли секунды Это попал Сейчас скажу какой Это 40 герц Это 40 герц Есть еще вопросы? Проходи до полу Нет, это Я хочу Высказать свою точку зрения Я надеюсь в ближайшее время Сам беру семинар В местном плане Торого события Я очень благодарю Сашу, поскольку он рассказал так детально историю Но Я более-менее знаком с некой кухней этой деятельности И этим сейчас занимаюсь Чему можно верить и чему нельзя Главный вопрос На мой взгляд Состоялось крупнейшее открытие Люди открыли гравитационные волны В том смысле В том смысле, в котором Пункере и Эйнштейн говорили Это некое Гравитационное поле Которое оторвалось от тела И само распространяется в пространстве Вот такое открытие Сделано с достоверностью Пять точка один сигма Экспериментаторы лучше понимают Что это означает Так что в этом сомнение Ну и тут интересно Вот это вот точка один Очень интересно Ладно Особенно 5 сигма 5 точка 0 Дальше, однако Все эти вещи, которые здесь говорились И писались, особенно физиофлитные То есть 15 страниц работы Но Некоторые из них сомнительные Некоторые заведомо неправильные Что я имею в виду Там утверждается Что подтвердили Общую теорию относительности Вот это Совершенно неправильное утверждение Дело в том, что Вот эти данные Которые показываются Есть две гипотезы При обработке данных Первое Общая теория относительности правильная И второе Это не что иное Кроме как черные данные Ну, нельзя получить Ничего другого Если при обработке данных Вы это закладывали Своими руками Кстати, как это делалось? Там была хорошая картинка Можешь показать, можешь ждать Где настоящие данные Огромнейший шум Да И некий сигнал Вот эти ребята Опубликовали Написали Точнее Тринадцать работ До сих пор Из них Одна физиофритез Единственная Опубликованная И еще Четыре или пять Сегодня Повелось следующее В Хепе Есть Самая интересная Работа Вообще Никуда пока не послали Самая интересная Болька Почему Я это говорю Поскольку Чтобы получить эти данные Что они делают? Они берут Общую теорию Относительности Подсчитали Приближенными методами Саша это объяснял Повс-бютоновское приближение Все это до слияния Там вообще никаких черных нет В принципе нет А эти шарики А это точечные массы Все И большинство сигнала Они описывают В этом приближении Потом Весь сигнал Который анализируется 0,2 секунды Есть очень короткий пик Которого они считали Через их суперкомпьютеры При помощи общей теории Относительности Сделали несколько шаблонов Поскольку Эта процедура Очень дорогая Вы можете представить Решетка Там Даже недостаточная 100 на 100 на 100 100 в 4 100 миллионов точек Надо посчитать А у компьютера Лучшего там 50 тысяч процессоров Это очень дорого Потом Обрабатывали Феноменологические числа И получили Некую формулу Для описания массы У максимума И дальше Что делалось Вот поэтому Чириканью Которая есть Классическая Теория Относительности Что-то типа Перехелия Меркурия Но для другой Задачи Подсчитали Изменение частоты И Увидели Где максимум По этим данным Они восстановили М1 И комбинацию М1 М2 Взяли Из общей теории Относительности В пике Который Очень маленький Некую Формулу Приближенную Полученную На основании Численных Экспериментов И Комбинируя Обе Формулы Получили Массы Двух черных дыр И массы Конечного Продукта Причем Чтобы Вытащить Этот сигнал Но В той Даже не посланной Работе Есть более Хороший поток Довольно Дитиеватая Статистическая Обработка Но там Не закладывали Никаких Физических гипотез Типа Теория И Получили Некие Важные Результаты Какие Важные Они успели Отбросить гипотезу Что это Гравитационные волны Космологических Струн Есть и такие модели И что это Гравитационные волны От Сверхновых Дальше они Ничего не смотрели Ну а сверхновых Сверхновых Но Сделан вывод И я думаю Это правильный Что это Гравитационные волны От какой-то Двойной системы Эдинарной системы Что за система Совершенно не понятно Вот там Картинки Как они Выташивали Эти сигналы Они Они Брыли Свои Шаблоны Их Делали Порядка 20 тысяч Шаблонов И искали совпадения Эти Ужасающие Картинки Данных Можешь показать Настоящие Наблюдательные Данные Ну Ну Как Это Вот Это Черные Вот Эти Красные Это На основании Статистические Обработки Эти 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 Мы Умножаем Скорость Свет И Ясно Что это Две Черные Что Другого Я сейчас скажу Есть Другая Модель Какие-то Неясные Объекты Сделанные Из Туманного Непонятного Понятия Валя Хорошо Кончаю Вот Либо Надо менять теории Саша Чуть-чуть Заикнулся Есть Модели И тут Был хороший Вопрос Вот этот Эксперимент Абсолютно Ничего не говорит О поляризации Гравитационной Волн Если Какая-то Более Сложная Теория Поляризации Несколько Может быть Без массового Гравитона Может быть Только 2% Нет Это не так Ну Со скаляным Полем Нет Ну Здесь Они рассмотрели Вот Эфатар Георгий Теорий 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 Не раз И не два Рассказывал Там сейчас Поляризации Нет Есть данные Так что Говорит Что это Гравитационные Волны Штейновские Просто нельзя Нет данных И все Говорит Откуда нельзя Что это Черные Тоже нельзя Разные могут быть Источники И разные Объяснения Тех же Самых данных И где Ключ Загрузки Вот надо Смотреть на этот Хвост Тоненький 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 Не Поверитационные Тоненький Тоненький не сделали. Я разговаривал с человеком Лигу в Москве. Они получили массу на... Я кратко рассказал как. И посчитали какая квазонормальная мода и написали, что это не противоречит. Так. Все. Я сожалею, что столько времени говорил, но мне кажется, что надо четко понимать, что сделано и что пока не сделано. И чему верить и чему нет. Есть гравитационная волна, и это сделано. Но черный дыр. Нет, черный дыр надо выяснять. Понятно. Но это не доказано. Так, еще какие-то выступления. Орбитальный момент что не доказано? Орбитальный момент только. Л? Я не знаю, какой орбитальный момент. Там же ускорялся. Вы имеете ввиду двойную систему? Двойную систему или что? Базон, правильно? Что? Вы про гравитон говорите? Да. Но гравитон они рассмотрели не только конвенционного, что называется, но и с не нулевой массой гравитона. Вот это вот последняя часть этой статьи. Ну, не нулевой массой, да. Да, да. Ну, как? Два, два. Двойка, да. Двойка, да. Да, и в этой же теории. С не нулевой гравитоном. То есть они еще и спин померят? Гравитон. Нет. Нет, ну, почему гравитон должен быть массой двойкой, это другая история того, ой, масса спин. Извините, уже заговорился. Так, ну ладно, давайте поблагодарим еще дальше. Спасибо. Очень интересный доклад. Спасибо, Сашка. Спасибо. Нет, ну, то-то дело в том, что пока ничему не противоречит, это нельзя же окончательно все. Конечно, конечно, Брюс Сокровин, он сказал так, ну вот, мы берем окончательно, мы берем шичанная дыра. Уберем 10 миллисекунд, умножаем на скорость сферы, получаем характерный размер события. Это там, что-то, по-моему, сотни километров. Ничего черного дыра на таком масштабе не может быть. С такими маслями. Вот, если эти маслями, то проблема для черного дыночного. Поскольку из... Из... Берете 10 миллисекунд. Я в поздороваться. Спасибо. Ну, более-менее полезно. Ну, полезно очень. Я буквально вчера еще... Черепущий Кап, по тому же самое... А, где он... Да нет, все еще. У вас есть академия наук? Ну, как... Ну, не знаю, что еще будет. Ну, вот гравосвезды тот же сега. Насколько километров... Гравосвезды тот самый размер. Абсолютно просто. Сколько километров? Сколько километров? Который... Гравосвезды... Гравосвезды... Сколько километров из всех кислотных масс? Абсолютно... Да, наиболее. И абсолютно такой же размер, как уничтожные дыры. Давай почитаем. Если форма одинаковая... Просто по масштабу разница. Вадим говорит... То есть, понимаете, когда... Слава Викторовича... Уже нас влачет. 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 Слава Викторовича... А вы же будете в общей аппаратуре идете в семинарах? Да, да. Мы хотели спросить, когда? Так это самое. Мы вроде договорились на... Ну, я просто не помню. На 30-е, что ли? Какой там? Четверг у нас вверх? Четверг какой-то. Без ключа. Лазь Петровна. Я не ключник. Там вроде бы освободили. Все сделано там. Я вошел, а закрыть не могу. Я, к сожалению, забыл сегодня этот самый мобильник. Ну и власть. Или у бабчика. Там же у вас новая идея. Ну и власть. 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 Уже думали долгое время. А что же они тут представляют? Волной электронной звезды. Представить хорошо. А учебные дыры. Они же про частоты все это знают. Но они все решают. Масштаб. Побольше будет. Это все правильно. Но это же всегда... Вот почему... Процесс есть здесь. Бибер ответ. Да никто не смог сказать, где он может быть. Ну понятно. Да. Он говорит, сигнал не имеет. Ваша мысль понятна. Что это подтверждение в конце концов. Видите в видеодиапазоне. Ну вот так, да. Реликулы. Они есть везде. Да, да. Ну ехал здесь. Не видел. Даже было... Простите. Он понял. Он очень интересный. Его роль. Он... Это практически... Ну конечно... Ну как... Без него ничего не было. Это как мотор. Он... Он закрыл... Он закрыл Калаев американский. Для того, чтобы деньги дали за цену новому сообществу. Он сказал... Речь была какая-то. Там есть... Зинация. Это какой-то там... Я не знаю... Ну что Калаев. Это... Это... Ну темно. А вы... Он сказал тогда... Попросил полмиллиарда. Он понимал что... И он знал что это чистоты не хватает. Он не знал. Ну... Знаешь что... Вот... Главное... Вот как... Вот... Он говорит полмиллиарда. И вот подтвердил... Сказание... Что... А вот... А вот... А вот... А вот... 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 Розен... Розен всегда говорит... Что... Грационер холл. Да... Вот так... Ну... Слушайте... Я бы доволен. Да нет... Я бы сказал... То есть вот... Вот... Что тут... И вот... ...то принす него с 않 И Силюицей... Да. Да... Какое-то... Следующее статью. А то выondciamo? Это получение. Я бы подписался с таким вот. Ну marking... Зим조л회... ...человеку, который может и нет. Силы убеждения? Нет. Нет-нет-нет-нет. Силы убеждения. Нет. Только сила убеждения. Силы связи. Это очень важный, ну если это же Калтехо, Гвас учился, главные два университета, которые делали правильное, это, ну, вся имита американская, в том числе и физики, это оттуда. Женера, потоковое ощущение? Ну, вот Лень-то не вернулся. Так ценят, что это? Ну, он, да, он часто приезжал к Зельдове, но он сильно, сильно изменился за это. Ну, спасибо, хорошо вы сказали, так и... Спасибо за это. Спасибо. Мне просто кажется, что, может быть, ее интересны некоторые... О, да? Мы же как-то планировали, что у вас будет суплемент какой-то. Да, сейчас там будем обсуждать, что мы еще можем этим забыть. В этих... Я как-то... Как-то надо... Ну, это, наверное, должен был... Леша и Саня. Другой формат. Ну, нет. Он придет и будет спрашивать, хочу заниматься, можно ли? Ответ очевиден. Очень можно. Если... Занимаюсь, а тут меня толкают еще на что-то продолжать заниматься, а мне вот это интересно... Ну, ладно, хорошо. Вон, спасибо. Маниктура сегодня... Ну, я помню, как я... Как я увидел первое, услышавшее проект, эти события... Ну, я думаю, у меня такой... Где вот эта картинка? Где вот эти вот черные фоны? Ну, это же... Это... 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 Из презентации Найнса... Как они... Как они... Нет. Нет. Из презентации Найнса... Но я хочу сказать, что... Это не это событие. Это, в принципе, ситуация такая. Но меня все равно впечатляет, что у них амплитуда сопоставима, там в разы пусть отличается от сигналов. Вот это... 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 Порядок. Почти порядок. Порядок... Шум. Порядок... Порядок, по крайней мере. По обамплитуде. Больше обамплитуде. Все. Это аж наш. Не 10-21, а 10-20. Все равно повысает. Но, в принципе, все-таки... Как-то, по-моему, явно или не явно, они структуру себя... Ну, хорошо. Ну, дальше уже... Тирия, понятно. Я не могу, как-то, для отношений... Амплитуде с сигналом... В порядке. Здесь, вон, за вас, за несколько... Как и к другим приборам. Можно ваш контакт? Законит. Законит. Да. 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 Ну, да. Ну, да. Защитнили. Да. 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 Я очень надеюсь, что он расскажет. Он историк. Да. 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 Да.